И я хотел бы сегодня дать такую важную библейскую истину, а если можно, это ребенок, как-то, да, немножко успокоить, чтобы нам не отвлекаться, да, от Божьего Слова. Дети удивительные, у них своя проповедь. Но тем не менее мы должны всецело понимать и осознавать, что Божье Слово имеет силу, когда мы его воспринимаем, и мы должны быть очень внимательны. Ты читаешь Евангелие Христос, Он много раз говорил, кто имеет уши слышать, да слышит. Это такие странные были слова. Ну как все имеют уши, все имеют возможность слышать. Но Он говорит, нет, есть люди, которые имеют уши слышать, но они не слышат, они невнимательны. И Слово Божье, оно имеет силу и действие, когда мы внимательны. И в Доме Божьем мы должны быть внимательны и стараться делать все возможное, чтобы и другим людям было удобно воспринимать Божье Слово. Аминь, родители? Родители, аминь. Слава Богу, пусть Бог благословит. Итак, друзья, первый текст, который мы будем читать, это Евангелие от Марка 12 глава 20, с 28 по 30 первой стихи. Один из книжников, заметьте, человек, который знал, очень много знал о Боге. Он очень много знал, был непростым человеком. Он знал и прочитал очень много книг, богословских книг. И один из книжников, слыша их прения, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Итак, мы видим первая заповедь, которую Господь заповедал, это любить Господа Бога. И посмотрите, здесь написано, и сердцем, и душою, то есть чувствами, и разумением. Друзья мои, мы должны понимать, что мы должны любить Бога всем, что мы имеем. Есть одна опасность, когда человек, ну, имеет веру в Бога, но он любит Бога, но его вера основана лишь всего на чувствах, он любит Бога душой. Но мы читаем здесь, что мы должны также любить Бога и нашим разумом. То есть мы должны быть разумны, мы должны рассуждать, размышлять. И можно видеть сегодня в мире очень много, есть разных сект, где вот эту заповедь ее исключает, где людей не учат думать, не учат размышлять над происходящим, над Словом Божиим. Посмотрите, Бог говорит, что мы должны любить Его не только сердцем, не только душой, но также и нашим разумом и всем разумением Твоим. И далее, и всей крепостью Твоей, то есть и телом, мы должны любить Господа всем, что мы имеем. Это и есть первая заповедь. Но я хочу сегодня говорить не об этом, а говорить о второй заповеди, тоже наиважнейшей, которая должна присутствовать или быть неотъемлемой частью жизни каждого христианина. 31 стих. Вторая подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Итак, две заповеди. Любить Господа Бога и любить ближнего Своего. Это то, на чем зиждется христианство. Неотъемлемая часть. Если этого нет, вы не христианин. Любить Господа Бога и любить ближнего Своего. Это самая важная заповедь. Слава Иисусу! Но всегда задается вопрос такой, а кто же мой ближний? И у нас есть определенное понимание о ближних людях. И когда мы говорим ближний, то мы обычно подразумеваем людей, которые близкие нам. То есть, близкие родственники. Любить близких родственников. Жену свою любить. Любить своих детей. Любить своих родителей. Любить своих бабушек, дедушек. Любить своих братьев, сестер. У нас сразу такое есть представление. И мы их любим. И мы говорим, но я люблю своих ближних. Но вы знаете, Христос под этим словом подразумевает нечто другое. И мы должны это тоже понять и усвоить. Потому что любовь к нашим ближним родственникам это совсем другая заповедь. Но любовь к ближнему, не к близким родственникам, а к ближнему, это нечто другое. И давайте мы посмотрим, потому что Христос очень четко и ясно отразил в Евангелии эту мысль. Евангелие от Луки, 10 глава, это второй текст мы будем читать. С 29 стиха. Один человек подошел ко Христу и он услышал о том, что Христос говорил о любви к ближнему. И в 29 стихе он говорит ясно и четко, спрашивает у Христа, кто же мой ближний? Этот вопрос, любить ближнего, именно кого любить, кто является моим ближним, он во все времена был вопросом для всех людей. Кто мой ближний? И этот человек, он подошел и начал тоже спрашивать, кто же мой ближний? И далее Христос рассказывает историю. И вот в этой истории он показывает нам, кто же является нашим ближним. Я не буду читать историю, попробую ее объяснить своими словами. Один человек шел определенной дорогой, Библия говорит, что он шел из Иерусалима в Ерихон, определенной дорогой, и он попался разбойником. Знакомая ситуация. Шел, ни о чем не подразумевал, у него были свои планы, у него было свое какое-то видение, путь в жизни. Он шел, и вдруг он попался разбойником. Посмотрите, разбойники сняли с него одежду, изранили его и бросили его у обочины. Оставили, Библия говорит, оставили его едва живым. Так тоже в жизни бывает, ты живешь, потом вдруг кто-то вмешивается в твои планы и лишает тебя чего-то. Мы видим, он был лишен денег, он был лишен одежды, он был лишен здоровья, он был при смерти, едва живым. И дальше Христос описывает, что мимо этого человека, находящегося в таком положении, проходили разные люди. Посмотрите, по случаю один священник шел той дорогою, и он увидел его и прошел мимо. Это тоже знакомая ситуация. Я думаю, что многие из вас проходили через это, когда вам было очень трудно и тяжело, может быть, вы находились в какой-то критической ситуации, и вы ожидали от некоторых людей, что они придут к вам на помощь, но они прошли мимо, они никак не отреагировали на вашу ситуацию. То же самое произошло и с этим человеком. Далее говорит, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Немножко отличается от первого этот случай. Он подошел, и он посмотрел. Он столкнулся лицом к лицу, не просто прошел мимо, так как кинул взгляд, но подошел, посмотрел, то есть он вник, он увидел ситуацию, он увидел, что человек при смерти, но у него были свои дела, и он ничего не сделал, прошел мимо. И далее, в 33 стихе, Христос рассказывает про некоего самарянина, который проезжал, там написано, что он нашел на него. То есть, такое впечатление складывается, что этот человек искал, он нашел его, как будто он искал. Он увидел его и сжалился, и подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, он вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. И далее в 36 стихе Христос задает встречный вопрос на вопрос, кто мой ближний. Он задает, кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? И он сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Послушайте, Христос дает нам ясную картину, он показывает и говорит нам о том, кто наш ближний. Ближний, это тот человек, который на нашем жизненном пути оказывается перед нами, перед нашими глазами, и он находится в определенной нужде. Я не знаю, как вы, но в моей жизни были такие моменты, когда я куда-то торопился по жизни, торопился, мне нужно было что-то делать. И вот в этом хождении, в этом пути, вдруг я замечал определенных людей в нужде. они как бы проходили мимо меня. И вот вспоминая сейчас, я не всегда задерживался возле них, я не всегда останавливался, хотя они мелькали перед моими глазами. Это не было, что я где-то что-то услышал, это было, было рядом, это было близко, но я был занят какими-то, я считал так, так важными вопросами, и я пропускал этих людей, о чем я очень сильно сожалел. Но и были такие моменты, которые, о которых я радовался, что я остановился, и что я помог этому человеку. Сегодня я вспомнил один случай, очень давно это было, я провожал одного знакомого в аэропорт рано утром, и возвращался обратно по Масленникову рано, наверное, это было часов 6 утра, и на Масленникову, на светофоре вдруг я увидел одного человека, он стоял, останавливал такси, он был весь в крови, у него было лицо в крови, руки в крови, одежда в крови, и он стоял там, и никто возле него не останавливался. Ну, понятно, представьте, вы едете, вдруг стоит человек утром весь в крови, вы бы остановились, посадили бы его пьяный и весь в крови. Вы знаете, подъезжая поближе, я увидел, что это мой знакомый, человек из прошлой жизни, я общался с ним когда-то, я посмотрел на него, посмотрел на свой автомобиль, какой он чистый, после мойки, все убрано, и этот человек стоит весь в крови, и я остановился, знаете, что-то ёкнуло в моем сердце, я остановился, открыл двери, он увидел меня, говорит, Денис, это ты, он говорит, представляешь, я уже час стою, и меня никто не хочет подобрать, он такой выпивший, я говорю, а что случилось, нам в ночном клубе, я там всю ночь, и вот уже под утро, там мы, и начал рассказывать, как они подрались, и как вот его зацепило, и вот он весь в крови, и вот он рассказывает это, садится в мою машину, вся эта кровь, он начинает трогать дверь, панель, меня трогать начинает, спасибо, весь, все в крови, Боже, я еду, думаю, Боже, что это? Знаете, что, какое чудо, сегодня он живет в моем доме, мы соседи с ним, через подъезд, и когда я с ним встречаюсь, он всегда напоминает мне про этот случай, он говорит, знаешь, никто меня не хотел подобрать, все отказывались, все проезжали мимо, почему ты остановился, почему ты подобрал меня? Друзья мои, есть очень важная вещь в нашей жизни, когда мы оказываем кому-то милость, когда мы оказываем кому-то, ну, что такое оказавший ему милость, что такое милость, милость, это когда мы делаем что-то человеку, тогда, когда он этого не заслужил, когда мы тратим что-то свое, вы видите, этот некий самарянин, он не просто, там подошел, его начал обадривать словами, ну, ты держись, братан, все будет у тебя хорошо, впереди, я за тебя помолюсь, руки возложить не могу, вдруг чем-нибудь заражусь, ну, так я помолюсь, там в церкви записку напишу, мы видим, он не делал так, он увидел человека в нужде, и он начал его поднимать, и он положил его, нас посадил его на своего осла, и он начал искать, как решить его проблему, и он узнавал, спрашивал, привез его в гостиницу, есть ли место в гостинице, заплатил за гостиницу, и он достал также свое масло, вино, он тратился, мы очень часто не думаем, мы не замечаем, что все, что Бог нам дает, Он дает нам для одной важной цели, какой, чтобы мы потратили это все для себя, насладились жизнью, и сказали, какой ты чудесный Господь, это ложь, потому что все, что Бог нам дает, Он дает нам на добрые дела, об этом написано в Библии, что я силен обогатить вас на всякое доброе дело, Бог думает о том, чтобы его церковь, его дети, они совершали добрые дела, я не знаю, видишь ли ты, или может ты уже ослеп, но как много сегодня в мире людей, стоящих у обочины, голосующих, чтобы их кто-то подобрал, кто-то помог им, кто-то поддержал их, видишь ли ты это, или может быть мы уже настолько зажирели, хотя, если я сейчас начну спрашивать о вашей жизни, вы вспомните ее, вы были на обочине, вы однажды стояли там, и кто-то проехал мимо вас, а кто-то остановился, кто-то сказал нужное слово, кто-то дал нужные деньги, кто-то дал одежду, но потом с нами что-то произошло, мы сами прошли через это, но стали другими, мы не видим, или знаете, в большей степени не хотим видеть, потому что это же надо возиться, ну а что было с моей машиной, конечно, я делал химчистку, а иначе никак, потому что кровь впиталась в мой салончик, который я так любил, и мне нужно было поехать потом в химчистку, и химчистка, она стоит 4 тысячи, и отдать 4 тысячи, чтобы ее, мою машину почистили, и отвечать еще на разные вопросы, что за кровь, откуда она взялась, может быть, вы кого-то перевели, и так далее. И вот если отмотать эту историю, ты понимаешь, он сядет в твою машину, ей нужно потратиться, так и так, твои планы сбиваются, твой бюджет сдвигается, но с другой стороны, ты понимаешь, ну моя жизнь, тогда для чего я живу? Боже, неужели я живу для того, Боже, ты благослови меня, и он меня благословляет, и я кушаю хорошо, одеваюсь в хорошую одежду, езжу на хорошей машине, но подвезти даже никого не хочу, я специально проезжаю мимо, потому что этот человек, да, он стоит там, он был несколько раз в церкви, он ходит к нам на кормление, но я не могу его подвезти, потому что от него пахнет, а в моем салоне, в моем автомобиле, такой приятный аромат, там, как этот, сам, сам того не замечая, повешал и называю ее так, может быть, я это слово, а не он, может быть, уже от меня так пахнет, что Господь закрывает свои ноздри, и он не желает этот запах переживать и чувствовать, вы знаете, любить ближнего своего, вот, ну, как мы привыкли, я не скажу, что вы не делаете добрые дела, я знаю, среди нас в церкви очень много людей, которые делают добрые дела, но знаете, как это выглядит, это мы так дали, и все, как бы так вот смяли вот эту купюру, вот так вот образно, мы делаем добрые дела, смяли эту купюру и так на дали, ну, на Бог, вот, ну, послушайте, Бог просит нас не просто давать, не просто делать добрые дела, Он хочет, чтобы мы любили тех, кому мы делаем добрые дела, и если мы, делая добрые дела, не любим этих людей, гроз, цена нам, мы ничем не отличаемся от обыкновенных, мирских меценатов и благотворителей, добрые дела всегда сопровождаются любовью к ближнему, так жил Иисус, и так должны жить христиане, мы с вами, если я не люблю, не люблю того человека, который нуждей, которому я собираюсь помочь, гроз, цена, я медь звенящая, я кимвал звучащий, все это впустую, посмотрите, этот самарянин, он нашел, у меня сложилось такое впечатление, что он, как бы, получал удовольствие, когда он находил, вы знаете, вот, люди едут за грибами, вот кто уже грибов собирал в этом году, да, Вась, давай, много, много, да, собирали вы много, отлично, вот вы зашли в лесочек, да, это так, я примерно представил, я тоже с мамой ходил за грибами, вот, ты заходишь в лесочек, и вдруг ты видишь поляну, белый гриб, да, белый гриб, много, и никого нет, и ты один, и такая радость тебя переполняет, ты нашел, ты обошел, ты ходил полдня, и вот, и вот ты нашел эту поляну, и вот, Галя, давай, вперед, аккуратненько, и вы режете, и собираете, и ты уже представляешь, как это, как это будет на сковородке, жарится с картошкой, класс, вау, ты получаешь удовольствие, куда-то вся усталость ушла, комары уже не докучают, оводы, ты их не замечаешь, ты получаешь удовольствие, ты нашел, вы знаете, когда я смотрю на эту историю, о добром самарянине, что этот человек, он как будто ходит и ищет, и получает удовольствие, когда он находит, и когда он помогает, когда он оказывает милость, он получает какое-то удовольствие, это настоящее христианство, послушайте, ты никогда в этой жизни не получишь удовольствие от того, что ты пользуешься благами, в той мере, в которой ты получишь удовольствие, когда ты помогаешь нуждающимся, ну и поел ты хорошо, и дальше что? ну заработал, ну и еще хорошо поел, ну и съездил ты отдохнул туда, и сюда, и опять туда, и опять сюда, и дальше что? и пятый раз ты едешь туда, и ты уже не получаешь удовольствия, ты уже все это видел, ты все вот это знаешь, ты это на вкус пробовал, и твоя жизнь становится обыкновенной, серой, я никогда не забуду эту историю, один человек, я лично его знаю очень хорошо, он поляк, в свое время он добился успеха в медицине, и дошло до того, что он был один из лучших врачей-реабилитологов в Германии, у него был свой реабилитационный центр, где-то персонала около 1200, и он рассказывал, Денис, ты знаешь, я и моя семья, мы вообще ни в чем не испытывали нужды, можешь себе представить, ни в чем, у нас был дом 600 квадратов, машину какую хотели, мы куда хотели поехать, туда и ехали, что я хотел, что я желал, я все мог себе позволить, мы объездили весь мир, и он рассказывает, и вот однажды, поехали покупать машину, у нас в принципе и так машина была новая, ну год-два может быть ей, мы поехали покупать еще новее, последняя модель БМВ, лучше нет, сел в нее, выехал с автосалона, бросил ключи, она меня не устраивает, не устраивает, мне неудобно, развернулся и отдал ее обратно в автосалон, последняя модель БМВ, я слушаю и думаю, господи, что за жизнь у этого человека, а он говорит, я пришел к тому, что меня в этой жизни ничто не устраивает, братья и сестры, друзья, это правда, это правда, по-настоящему, мы можем быть счастливыми только тогда, когда мы используем те блага, так, как Бог хочет, когда мы совершаем добрые дела, когда мы помогаем людям, когда мы можем разделить хлеб с нуждающимся, с голодным, помочь встать ему с обочины, да, на это нужно время, нужно потратить много силы, нужно потратить много терпения, или набраться много терпения, но другого нет, и этот самарянин, у меня такое впечатление, что он получал удовольствие от того, что он находил этих людей, и он помогал им, и заметьте, он не роптал, он не жаловался, что у него чего-то не хватает, он говорил, нет, нет, послушай, если вдруг я, еще будут какие-то издержки, если вдруг еще будет какая-то нужда, скажешь мне, я буду, я возвращусь, я обязательно возвращусь, и я дам тебе, я восполню эту нужду. Был ли он его родственником, братом, сватом? Был. Вы знаете, в то время иудеи с самарянами, они вообще не сообщались, то есть они были в ссоре, это вот как сейчас грузины и осетины, или как грузины, как абхазы, два народа, абсолютно они не общались друг с другом, они были в ссоре, и тем не менее самарянин идет, и он помогает ему. Еще раз я хочу напомнить, Бог не просто просит нас давать, Он хочет, чтобы мы любили тех, кто в нужде, и любили их так, как любим себя. Заповедь о любви к ближнему имеет продолжение. Возлюби ближнего своего, как? Как самого себя. А! Христос удивительно дал заповедь. Он нас, через эту заповедь, обращает, на наш взгляд, обращает к себе. Как ты любишь себя? Вы любите себя? Ох! Один говорит, я себя не люблю. Я говорю, а сколько ты на прическу денег тратишь? Тысячу. Ну, видно, как ты к себе относишься с пренебрежением. Кроссовки у тебя, смотрю, шесть примерно. Ты себя не любишь? Мы все любим себя. Мы заботимся о себе. Это правда. И Христос очень мудро дает заповеди. Он показывает нам, ты должен любить ближнего так, как любишь себя. Ближнего так, как я люблю себя. То есть, столько, сколько я денег трачу на себя, я должен тратить на ближнего. Ну, правильно или нет? То есть, если я в этом месяце десятку на себя потратил, а любовь к ближнему, а ближний увидел ближнего, вот он бедный страдает, ну, 50 рублей тебе на, потрачу на тебя. Не, нет. Он же говорит, как себя. То есть, если я на себя десятку потратил, то любовь к ближнему должна выражаться именно так. Или я не прав, или что-то не так. Я отношусь к себе с любовью, с нежностью. Знаете, когда меня положили в больницу, вот был момент, не было какой-то период времени, мест в палате. И меня так положили в коридоре. Лежал кто-нибудь в больнице в коридоре? Я так возмущался внутри, думаю, что же это такое? Я, значит, страховка у меня, меня тут в коридоре, там, тут-ту-ту-ту. Меня когда положат? Когда вы меня положите в палату? Скандал там так закатил, тут-ту-ту-ту. А ближнего любить? Да ты полежишь тут, ничего страшного. Полежишь на коврике, да? Ну, как бы, ну, на коврике же, он же не на улице. Он же не на улице. Вы знаете, мы были как-то в одном городе, одна семья нас, ну, приютила. И они отдали нам все свое. Спите на нашей кровати, ешьте все, что в холодильнике, пользуйтесь всем. А вы как? А мы там, как-нибудь там. Там как-нибудь. Они говорят, а вы вот здесь, вот все это, мы хотим просто послужить вам. А мы там как-нибудь. Как там как-нибудь, я как глянул, думаю, Господи, мне же сон пропал. Вот, друзья мои, я хочу, чтобы мы поняли, что говорил Иисус. Мы должны любить ближнего. Это правда. Ближний, это тот человек, который находится в нужде, и которого мы видим. Он близко, он перед нашими глазами. Мы видим его нужду, мы ее знаем, мы ее слышим. Возможно, это твой сосед. Возможно, это тот человек, с которым ты столкнулся на улице, ты раз так посмотрел на него, и видишь, а у него туфли, как крокодила пасть, знаете. Он идет, а у него туфли, как крокодил. Мы были в Ташкенте. Нас одна семья пригласила в гости. Хорошие такие, знаете, семьи, доброжелательные. Мы пришли, и он показывает, посмотри, вот мы ремонт сделали, квартира, и он так мне говорит, слушай, я тебе хочу еще одну вещь показать, особая вещь. И он открывает шкаф, вот у него отдельный шкаф, то есть вот есть такие раздвижные большие шкафы, да, у него отдельный шкаф, он его открывает, и там около 50 пар обуви. Около 50, я вот так вот пробежался, думаю, так, 8 верхняя полка, где-то 5, вторая, третья, так, 7 полок. Около 50, и он так, посмотри, здесь у меня обувь, и он так, знаете, он кавказская национальная, такой, обувь, здесь моя обувь. Я посмотрел, ну и хорошая обувь. Около 50 пар. Я так подумал, зачем тебе это столько? Зачем? И потом я, ну, на улицах, мы когда ездили, я смотрел, столько людей без обуви. Не потому, что там привыкли они так ходить, у них просто нет возможности. И он считал себя христианином. Я сказал себе, Боже, сохрани меня от такого. Боже, сохрани меня. И если, если со моим сердцем будет что-то такое подобное, Боже, вырви такое сердце, оно не нужно мне. Я не хочу жить вот так. С нами что-то происходит. Что-то не то. Мы, мы служим ближним, знаете, так, как сминаем эту купюру, и так, на, держи, как подачку какую-то. Но служение ближнему, любовь к ближнему, она выражается в том, что ты любишь ближнего. И когда ты любишь ближнего, ты так никогда не будешь относиться. А теперь посмотрите. Человек, которому, последний человек, которому вы оказывали милость, делали для него доброе дело. вы его любили, вы любите его. Если нет, вам ничего не зачтется. Если вы его не любили, ничего вам не зачтется, когда говорят, я столько добрых дел сделал. Слушай, если ты делал добрые дела и не любил этих людей, ты ничего не сделал. Абсолютно ничего не сделал. Христос ставит на первое место возлюби, и только потом ближнего, находящегося в нужде. Первое возлюби. И мы должны, как церковь, и как христиане, мы должны научиться любить. Когда мы научимся любить, тогда нам не сложно будет делать доброе дело. Тогда вокруг нас будет очень много нуждающихся. Нам эти поляны, да, как поляны с грибами, они будут появляться в нашей жизни. Мы будем получать удовольствие, удовлетворение от того, что я прожил этот день. Не впустую. Вы переживали такое, когда ты проживаешь день, ложишься в кровать, и ты говоришь, какой сегодня день? Пустой. Тут с кем-то было такое? Много раз. Боже, я прожил сегодня в пустую. Вообще, для чего этот день прошел? Он в пустую. Но бывали такие дни, когда я не мог уснуть от того, что я размышлял над тем, как я сегодня чудесно день прожил. Он был насыщенный, он был плодотворный. И я увижу еще впереди последствия того, что я сегодня прожил. Слава Иисусу! Вот такие должны быть наши дни. Мы должны уметь рассчитывать наши дни, откладывать, перестать жить только для себя, научиться жить для других, искать, кто в нужде. Боже, Боже, дай мне человека, который в нужде. Дай мне человека, кого судьба вот так вот бросила на обочину, кого, возможно, ограбили эти разбойники. Он лежит там, умирает без надега. Дай мне этих людей. Каждый день дай. И дай возможность, чтобы я мог помочь им. И если ты будешь так молиться, Бог будет давать тебе таких людей и будет давать возможность. Таких людей во в мире, во их очень много. Очень часто просто люди скрывают. Я никогда не забуду, утром как-то мы жили на Гашика 12, и рано утром я пошел на стоянку, тоже, по-моему, кого-то провожать или встречать. Это было где-то полпятого утра, только рассвет. И вдруг я увидел свою учительницу. Она ковырялась в мусорном баке. Она меня увидела, и она так опустила голову, и я сделал вид, что я не хотел ее смущать, потому что эта женщина была очень интеллигентная. Она такая была очень добрая, очень умная. но ее нужда привела к тому, что она рано утром, когда никто не видит, когда все еще спят, она выходит из своего подъезда и ищет что-то, чтобы удовлетворить свою нужду в мусорном баке. Бог показывает очень часто нам вот такие сюжеты, такие картины. Мы почему-то проходим мимо, хотя должны остановиться и что-то сделать. Может быть, не сейчас конкретно остановиться, но остановиться в жизни, поменять наши планы и что-то сделать для этих людей. Ведь не случайно, что Бог показывает нам. Мы привыкли так, о, вот я нашла человека, приводит Денис, на, я его нашла, он в нужде, у него нет ни жилья, ни одежды, ни носков, ни трусов, ни мыла. Вот, на, я тебе привела и пошла. Я говорю, стойте, сестра, подождите, идите сюда. Вам же Бог этого человека послал. Вам. Вам он встретился на пути, не мне, вам. Куда вы пошли? Ну как, церковь же ведь. Ну вам же послал Бог. Ну послужите Ему. А у меня нет, ну, чтобы вот ему все хорошо. Давайте, что у вас есть? Кусок мыла, трусы, носки, сможете вы для него взять? О, на это я смогу. О, аллилуйя! А остальное мы можем церковью помочь. Вот такое должно быть наше отношение. Послушайте, если Бог посылает нам в нашу жизнь, человека в нужде, знаете это для чего? Чтобы же и нас благословить. Но мы отказываемся от благословения. Мы просто отказываемся от этого благословения. Но если мы будем воспринимать, что Бог дал мне возможность послужить этому человеку, значит, у Бога и есть. Для меня чем я могу послужить? Все. Я беру. И с мудростью. Я помогаю Ему. С мудростью. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Любить так, как вы хотели бы, чтобы вас любили. Это еще очень важный принцип. Христос говорит, поступайте с людьми так, как бы и вы хотели, чтобы с вами поступали люди. Если вы будете этот вопрос задавать в своих трудных жизненных ситуациях, вы всегда будете правильно поступать. А как мне поступить? Люди спрашивают. Денис, а как мне поступить? Вот в данной ситуации, вот как мне поступить? Вот как поступить? И Христос четко и ясно говорит, поступить так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили. И это не вписывается в наши рамки, это не вписывается в наш ракурс. Нам хочется как-то поступить по-другому, по-старому, по-привычному. А Он говорит, нет, так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили. И меня там, меня они обманули, я сейчас в милицию, я их посажу. Стоп! Ты бы хотел, чтобы с тобой так поступили? О, нет! Тогда ищи другой вариант, тогда ищи другую ситуацию, как поступить. И спрашиваю Бога, разве нет? Разве не этому учил Христос? Этому! Хотели ли бы вы, чтобы вас прощали? Конечно, мы все хотели бы, ну, чтобы нас прощали. Прости меня, а Он меня не прощает. Ну, прости, пожалуйста, не прощает. Почему? Потому что ты когда-то кого-то не захотел простить. И ты проходишь сейчас через это? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы. Любить мы должны так, как хотели, чтобы нас любили. И потом я понял, если бы я стоял бы вот в крови, на обочине, хотел ли бы я, чтобы кто-то остановился возле меня? Хотел ли я, чтобы это был бы мой знакомый? Или глядя, как он проезжает мимо? Конечно, хотел. Конечно, мы все бы этого хотели. Но если так, то тогда мы должны жить по-христиански. А теперь давайте мы последнее, что я хочу открыть. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава. Здесь Библия говорит уже конкретно о любви. Какая она должна быть? Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Как бы вы красиво ни говорили, ни рассказывали, все становится пустым, если нет в ваших словах любви, если в вашем сердце нет любви. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, я ничто. Ну как это? Я же пророчествую, я же тайны знаю. Бог мне такие дары дал, я всякое познание, веру имею, такую глубокую, горы могу представлять. Любовь у тебя есть? Нет. Ты ничто. Как это я ничто? Ты ничто, если нет любви. Так говорит Божье Слово. В глазах Бога это не имеет столь такого важного значения, как любовь. Любовь, мы должны привязать себя к этому слову, мы должны привязать себя к этому значению, обвязаться любовью. В этом есть христианство. Третий стих. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Без любви все бесполезно. Итак, мои дорогие братья, сестры, друзья, возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всей разумеем, всем крепостью и ближнего своего, как самого себя. Аминь. И если вы не любили или не любите ближних своих, проходите мимо них, как тот священник или вид, вам нужно обратиться ко Христу, покаяться, что-то изменить в своей жизни. Братья, сестры, мы все-таки церковь Иисуса Христа или нет? Являюсь ли я христианином, ну, по сути, по своей, или просто я называюсь, отношу себя к какой-то религиозной динаминации? Но если я христианин, значит, я должен жить, как Христос. Я должен следовать за Христом и Его учением. Все остальное теряет смысл. Да благословит нас Господь. Встанем для молитвы, братья, сестры, помолимся. Продолжение следует...